всем привет я рада быть с вами на связи в нашем прямом эфире всем привет ждем пока подключается народ и тема нашей с вами сегодняшней встречи какая разница а мы пока ждем всех какая разница ждем так все подключаются всем привет я повторюсь тема нашей с вами сегодняшней встречи какая разница какая нам разница и к чему это к чему этот вопрос какая разница я буду ходить в колготках или нет какая разница я в песах 7 столько количества мацы или столько какая разница всевышнему если я скажу благословение на хлеб или нет вообще какая разница в маленьких заповедях почему я должна их делать я понимаю там большую заповедь например заповедь зажигания свечей в шаббат вот это я понимаю осветить дом а вот заповедь кашрут нет я не понимаю какая разница что я съем как это влияет на мою связь со всевышним да и вот такой вопрос вот нам с вами задали да какая разница между маленькой заповедью и большой и почему мы можем вообще с вами судить какая заповедь большая и какая маленькая да вообще так супер всем привет и вообще заповеди да мы не можем судить какая из них маленькая или какая большая если они нам даются значит они для чего-то нужны так с таким вопросом однажды обратился один человек к одному раввину какая разница всевышнему что я буду делать эту заповедь так или так какая ему разница какая какая он не мог реально понять ну но действительно мы с вами тоже не можем понять какая разница и он ему ответил через неделю он говорит ему я пытался вам отправить сообщение еще дня три назад но она почему-то не отправлялась знаете почему сообщение не отправлялась потому что в строке получателя вместо там например хана там собачка gmail.com я забыл поставить точку и она это сообщение к вам не дошло так вот это есть ответ на ваш вопрос какая разница вот это маленькая . вот эта маленькая заповедь которая кажется маленькой да вот эта . которая она вот все наши дела точно отправляет до получателя до всевышнего до казалось бы маленькая . теперь какая нам разница если мы возьмем яблоко и просто так его съедим или если мы возьмем и скажем и скажем спасибо всевышний что ты дал нам плод дерево что ты сделал такое чудо для нас и укусим это яблоко нам это занимает три секунды сказать благословение всевышний что дал нам плод земли до такой и съесть его для нас это не играет большой роли до от меня не будет если я сейчас скажу благословение на это от меня не будет если я зажгу свечи на шаббат от меня не убудет если я там дам сдаку дани не убудет от меня если я это сделаю зато это повлияет на мой будущий мир зато это повлияет на отношение всевышнего ко мне да и поэтому я желаю нам всем чтобы чтобы получатель всевышний точно получал от нас все что мы хотим ему отправить хорошие положительные чтобы мы не забывали в строчке вот этой получатель до ставить вот эту маленькую точку потому что заповеди они нет такого что и маленькие большие они все важны они все нужны и они все для чего-то нам даны да всевышний говорит я вам это даю благословение и проклятие выберите выберите благословение да поэтому я желаю чтобы каждый из нас выбирал всегда на каждом пути своей жизни благословение чтобы мы всегда радовали всевышнего радовали друг друга радовались победам друг друга и старались исполнять все заповеди которые ашем нам дал из любви вот поэтому я вас всех обнимаю всем хороших хороших выходных я всех обнимаю и не забывайте выполнять как и маленькие заповеди так и большие потому что они все важны и они все нужны всем пока